На этом видео я хочу перевести еще один стих из книги Мишлей, из 10 главы, 12 стих. Сина теорер меданим, виальколь пешаим тиха се хава. Что ненависть, она в результате приводит, будет, можно так сказать, ссоры и раздоры. А вот любовь как раз наоборот, она покрывает любые грехи. Любовь слепа. Альколь пешаим тиха се хава. Это выражение, которое есть и в классической литературе, и в греческой литературе. Любовь слепа. Если кого-то любишь, то готов очень многое простить. Все покрывает любовь. А вот если у человека в сердце кому-то ненависть, то любая мелочь его раздражает. Очень легко. Бывает, что даже у человека когда-то произошло с кем-то что-то негативное, он, может быть, не отреагировал. Тот думает, что он забыл. А на самом деле в другой раз что-то еще произошло, и уже это второе событие недостаточно, чтобы так отреагировать на него. Но человек, с которым это произошло, он вспоминает всю ту ненависть, которая у него скопилась от злоба. Это, как говорится, капля, которая переполняет чашу. И теперь уже он выплескивает у него всю свою злобу. Почему он так разозлился? Он же раньше на меня не злился. На самом деле, может быть, его уже раздражали давно, и вот эта ненависть постепенно накопилась. И есть, конечно, много стихов, и не только в Мишлей подобных, что иногда человек пытается скрыть свое недоброжелательное отношение, но это почти невозможно. Как отражение в зеркале, кемаемо по ним. Человек кого-то не любит, и это видно, и тот, наверное, начинает это чувствовать, и тоже начинает его не любить. И бывает даже по отношению ко Всевышнему Кебеяху, в каком-то смысле, как говорит Вильнинский Гаон. Вот, скажем, если человек, соблюдая все заповеди как следует, и при этом в каких-то вещах он, можно сказать, обходит с помощью халахических трюков, вот, нет, например, определенной заповеди человеку обязательно носить цицит. Турак говорит, что если есть четырехугольная одежда, то нужно на нее вешать цицит. Но если человек специально будет обходить, да, специально будет делать углы полукруглыми, да, допустим, у него старая одежда была четырехугольная, и без того, и чтобы обойти заповедь цицита, он специально каждый раз будет угол один делать полукруглым, чтобы не приходилось вешать цицит. то Всевышнего сразу же не накажет. Но это как бы пока что сохраняется у Всевышнего, если можно так выразиться, что вот этот человек, он пытается обойти мои заповеди. И, как говорит Талмуд, в момент, когда он заслуживает наказание, биидна рифтха, так Гра здесь приводит от имени Талмуда в трактате Миноход, что в момент, когда Всевышний на этого человека зол, когда уже есть еще причина его наказать, то заодно ему вспоминается и то, что он цицит не носит, например. Сегодня то, что мы стараемся носить цицит, между прочим, совершенно не очевидно, насколько это обязанность. Ведь когда-то, как я сказал, одежда была четырехугольной, и поэтому человек, который специально делал один угол полукруглым, в этом было что-то неприятное, что он пытается обойти, как-то пытается избежать, чтобы не пришлось делать митву Всевышнего. Но сегодня как раз наоборот, мы специально покупаем четырехугольную одежду, только что повесить цицит. Не факт, что мы обязаны это делать, но вот из любви к митву, тем более такая митва, которая напоминает о всех остальных, да, которая в каком-то смысле супротив всех остальных, есть много митвуот, про которые, Хазар, говорят, что они супротив всех остальных, то еврейский народ уже принял на себя стараться носить цицит. Мне рассказывал один человек, который с вами работал, который сегодня не религиозный, но он вырос в религиозной семье и когда-то был мальчиком, он во всяком случае рос религиозным. И в какой-то момент, когда он уже меньше соблюдал, но еще это не было известно, он говорит, что в Ешиве Рэбей положил ему руку на плечо и почувствовал, что у него под рубашкой нету талита. Ведь не все носят цицит снаружи, поэтому не всегда ясно, у человека есть цицит или нету, может быть у него есть цицит, просто сами цицит находятся под одеждой. Но когда Рэбей положил ему руку на плечо, он сразу же почувствовал, что у него только рубашка, что нету там под ней талита. Так он сразу его отправил домой, чтобы тот пошел и надел цицит. Казалось бы, само по себе ношение цицит, оно, как я сказал, не такая уж это и большая обязанность. И может быть даже и вообще не обязанность по букве закона. Просто хорошее обычае, чтобы всегда выполнять эту заповедь. Но тем не менее, тот, кто сначала не носит цицит, то потом следующий шаг, еще что-то будет делать не совсем так. Это же всегда так происходит, шаг за шагом, как Хоббисхайм тоже описывает. В его время очень многие люди уходили от Торы, и как он это описывает, что сначала он, допустим, уже начинает молиться дома. Казаказов, не всегда есть обязанность молиться именно в синагоге. Ну, этот человек, допустим, решил, в будние дни он будет молиться дома, только в субботу будет в синагогу. Или даже сначала он ходит в синагогу еще в понедельникам и четвергам, потому что это дни чтения Торы. Но остальные будние дни он молится дома. Потом он уже вообще всю неделю молится дома. Все это пока что шаги, которые, может быть, даже по букве закона не запрещены. Он еще никакого конкретного греха не сделал. Просто он упускает возможность делать одно что-то, митцвот, ответить на кадиш, на кедушу, молиться с общиной. Но постепенно, постепенно, вот так вот, шаг за шагом, то, что вчера или там год назад, полгода назад для него было очевидным, то теперь уже это становится под вопросом, стоит ли это соблюдать. Вот так вот все виды. Так же, как наоборот, для Балтшувы все как раз в обратном порядке. То есть никто не становится Балтшува за один день, как правило. Тогда постепенно, постепенно человек начинает соблюдать все больше и больше. Вот это вся наша жизнь, когда мы меняемся постепенно. И фронт, так сказать, борьбы, там, где, как говорит Равдессер, основная война со свободой выбора, это не все для человека очень праведного. Может быть, война происходит на уровне, как концентрироваться во время молитвы. И настоящие грехи он и так не будет делать, но вот концентрация в молитве или там особые какие-то строгости, в этом у него основной выбор. А у других, наоборот, выбор убить или не убить, да, у каких-нибудь там бандитов, да, они уже воровать давно привыкли, но в этом они даже не выбирают, это для них нормально. А вот убивать, это, допустим, он еще думает, прежде чем кого-то убить. У каждого выбор в другом месте, но в течение жизни фронт выбора может меняться. Ну, это уже траж, так сказать, это не простой смысл стиха. Простой смысл стиха, без сомнения, в отношении между людьми. Не в отношении между человеком и Всевышним, но в отношении между людьми. Что люди почувствуют. Если вы кого-то любите, они это почувствуют как-то. И если вы кого-то хасвишалом не любите, то это так или иначе выразится. Особая митцва, конечно, супругом любить друг друга. И если человек, например, ненавидит свою женуху, асвишалом, да, если он это не особенно показывает, но, во-первых, это все время будет выливаться каким-то образом. Как здесь сказано, синаметерер меданим. Ненависть в результате приведет, да, разбудит всевозможные ссоры и раздоры. Во-вторых, он, получается, что постоянно ломает запрет ненавидеть другого в сердце своем. Это же запрет Тора, и получается, что, когда много раз делаешь даже один запрет, это становится эквивалентным самым большим, самым строгим запретом. Это и без того немалый запрет ненавидеть кого-то, но когда это еще и человек, с которым живешь, то это особая проблема. Может быть, поэтому на самом деле Тора разрешает развод в тех ситуациях, в которых разрешает. Я уже когда-то об этом говорил, что развод это, конечно, несчастье, но иногда гораздо больше несчастья, если люди, ненавидящие друг друга, живут вместе. И не могут разойтись. В всяком случае, скрыть ненависть очень трудно, почти невозможно. Синен, теорер, медоним. Обязательно приведет ненависть. А любовь тоже не скроешь. Любовь обычно не пытаются скрыть. Хочешь или не хочешь, все будут знать, что ты любящий человек, всегда будет искать оправдания другому. Любовь слепа. Любовь покрывает любые пешаи. Любые виды бунта покроет любовь, найдет оправдание этому любовь. Если вам нравится это видео, жмите лайк.